Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли. Я сейчас пока передвигаюсь не на своих спорт-тачках, потому что у меня два дня назад приболела спина вот на автодроме жестко. С учетом того, что в следующий день я вообще не мог там встать. Но у меня бывает раз в раз, наверное, в год, летом. Думаю, кто давно меня смотрит, замечал. Да и в принципе у моих друзей тоже это часто бывает, что спину прихватывает и, короче, вообще не встать. И сейчас на жесткой подвеске не хочется кататься, дабы поберечь спину еще пару дней. Ну, еще денечек, наверное. И тогда можно будет уже покататься на Лавре, покататься на Сливе и так далее. Поэтому я сейчас опять на Ксюшном Мерсе передвигаюсь. Вечерочек, конечно же, заехал. Я на Драк-нычку. Здесь на самом деле уже все расходятся. Но машина еще есть. Хотел показать, что тут вообще происходит. Ребята катаются. Некоторые катаются в дрифте, кстати. Но здесь в основном такие свежие автомобили. Тут именно классических японцев мало на самом деле. Мало. Здесь очень много, по моим наблюдениям, вагов. Это Ауди, Вольксвагены. Очень много BMW. Мерседесы тоже. Ну вот, например, Краун. Крутой Краун. Движуха вся потихонечку разъезжается. Дрифта особо не увидел. Здесь колесо ушаталось. Подборочка дропнутых авто. Мерсик. Аккорд. У кого-то маслица тут. Так, в принципе, на самом деле очень много интересных машин. Есть на что посмотреть. На любителя разных марок тюнинга. Supra, Филиппа, который работает в серваке у Димы Квасова. Он Рома Бернаут на марке. Глаз не отвезти от Supra. Не зря называют легендарным автомобилем ее. Кузов вот этот вот. Он называется А80. Очень клевый. Она, правда, здесь, конечно, джип у Филиппа. Но, по-моему, он там ее дропнет потом. Здесь еще широкие сзади покрышки стоят. 295-й, по-моему. Вылезают из арок. Движуха по полной программе. Драк, дрифт, стенс. Все в одном месте. Такое, на самом деле, не часто увидишь. Здравствуй, друг мой дорогой. Эта серия только начинается, а футбол все так же продолжается. В этот летний вечер, 25 июля. Стилов там где-то дрифтит. Ну, а на стадионе играет Химки Зенит. Ты этот матч смотри, пока не погасли фонари. С партнерами нашими, OneX. Вот тебе QR-код. Суммируй, планируй и сканируй. Соловей летит к гнезду, а ты знаешь, что стилочки внизу. Я сейчас приехал в Бус Моторс. Серега, привет. Привет, привет. Пока не начался дождь, хочу показать вам новую сливу Санкт-Петербурга. Возможно, вы ее уже видели, потому что это Сильвия С-13 Тони Райтсайда. Того человека, кто занимается полировкой и восстановлением дисков. В общем, он себе купил мечту, 13-ю Сильвию. Покупал он себе ее на юге, кстати. И вот буквально неделю назад, по-моему, привез ее в СПБ. Вот такая вот тренажка. Конечно, 13-й кузов, он такой уже, можно сказать, классический, легендарный, очень красивый. В обвесе она, Рокет Бани. Он, конечно, не говорил, сколько тачка стоит, по-моему, в видосах тоже не было. Но мне кажется, такая машина стоит около 700-800 тысяч, где-то так. Если она под нищу в хорошем состоянии, если она там на турбомоторе, естественно, двигатель обязательно покажу чуть попозже. А сейчас так просто ее заценим. Она приехала в Бус Моторс на обслуживание, замена редуктора и еще что-то там надо делать. Но здесь для дрифт-конфига практически ничего нет на самом деле, потому что выворота нету. Ручник там тоже как бы не очень такой. Но есть хоть турбомотор. Это радует. В целом машина смотрится классно. Мне она как бы нравится. Ну, как бы ее образ реально. Вот смотришь на машину, думаешь, вау, кайф, слива. Да, конечно, обвесик не в цвет немного, но это все под покраску или, не знаю, под пленку. Но я так понимаю, он уже там проводит голосование, что делать с Рокетбаней, снимать его, оставить другой обвес или нет. Как мне кажется, это мое мнение, что этот сезон можно спокойно откататься на Рокетбане. И так как он только начинает дрифтить, вообще запросто, с легкостью его просто разломать весь по кругу, а потом уже делать какой-то другой обвес, который ты хочешь, там, Бенспорт и так далее. Потому что слива в Рокетбане смотрится зачетно. Причем вот слива-тринашка Рокетбане, которая катается в стриту нормальной, у нас такой в Петербурге нету. И здесь смело можно реально ее покоцать со всех сторон, вообще со всех, сломать обвесы, сломать расширения и потом все уже поменять, все сделать под себя, восстановить, чтобы снова все сломать. Ну, иначе машина будет не дрифтовая. То есть, если реально покупать машину и хотеть на ней учиться дрифтить, дрифтить, парно учиться дрифтить, то без поломок и без каких-нибудь крэшей никуда, как бы ты не научишься. Мое мнение, надо оставлять Рокетбане, кататься и не париться вообще, не думать. Потому что это все пластик, я думаю, все можно и восстановить, можно купить, снять матриц этим. Сильвия из 13, по-моему, 90-го года выпуска. Салончик такой, немного бывалый. Вот эту алькантару он будет снимать. Здесь тоже была алькантара, он ее уже снял. Болтовой каркас, скорее всего, куска. Да, очень похож на куска болтовой каркас. Гидроручник, он там китайский, который надо будет снимать, он будет другой ставить. Точно такой же руль, как у меня в Чайзере. Тонарди Ариго. Буз-контроллер Блиц, дуал из БК. У меня, кстати, тоже такой как-то был. В принципе, бюджетный буз-контроллер, который работает. Здесь вот датчики ДЭПа, я наблюдаю. Там вроде какие-то работают, какие-то нет. Потолок такой интересный, махровый. Полуковш Рикара. В принципе, если ему сделать какой-нибудь дитейлинг, то, наверное, нормально. Я думаю, тут можно просто все отмыть, и будет нечеток. Вот так вот закрывается дверь. На картинке, конечно же, смотрится все ровненько. Так подходишь, понятно, что есть вот такие зазоры. Но мне кажется, что на дрифтовой тачке, ну вот это обращать внимание, там на какие-нибудь трещины, вообще пофиг. А на главное, что с трех метров смотрится зашибись. Что еще нужно дрифтовому автомобилю? Вот эти все зазоры выравнивать. Тем более, они здесь не такие уж и плохие. Диски тут какие-то интересные. К сожалению, забыл, как называются. Но это оригинальные, вот с полочкой разборные. Поэтому можно даже полку, наверное, побольше поставить. Хотя сзади она и так нормальная. И ровно по арке. Это тоже немаловажно. Сразу видно, что на машине не дрифтят, потому что иначе бы эти колпачки давно сняли. Это супер неудобно, когда ты постоянно меняешь колеса. Колпачки откручивать отдельно. Задние крылья стоковые, железные. Здесь такой шотган водопроводный. Черная труба. Причем она прямая. Стикерочек Трелл Хэт. Это приятно всегда наблюдать. Вот, смотри на этот QR-код. Придумали его ванекс, партнеры мои. Пока текут ручьи, ты на него посмотри. Ты не забывай свой бутик с чаем доесть. И страховка в 10 баксов при этом есть. И не надо лишних слов, потому что промокод... Я древчу вокруг конуса, а он дает бонус. Ну а видос продолжается и дикая слива появляется. Вот что-что, но мне вот нравится делать обзоры на Сильвии. Понятно, что вы скажете, что Серега, тут ничего такого возможно для вас. Но мне всегда приятно наблюдать. Тем более новая тачка в Петербурге. И раньше ее здесь не было. И, блин, Сильвия С-13. Офигенная тачка. Офигенная, если в ней JZ. Скажете вы. А там RB25. Не Нео. Это сразу можно видеть по вот кассу. Он металлический. Это значит, что не Нео мотор. Капот, кстати, или D-Max. Или, возможно, NISMA. Потому что вот у NISMA нет вот этой жабры. Вот там вот, где форсунки стекломывателя. Подкапотка открашена вся. В синий такой голубой цвет красивый. Арки переделаны под выворот. Вот это соленоид буста. RB25. Насколько я понял, полностью стоковый. Как был на Лавре. Точно такой же. Хоть и стоит буст-контроллер, но здесь буст не надут. И тут, если надувать, на самом деле, этот мотор. Со стоковым мозгом он не надуется нормально. Потому что его стоковый буст, по-моему, 0.5. Если дуть там 0.8, все, он сразу будет просирать. Здесь надо именно менять мозг. Менять MAF на розовый. Здесь стоит зеленый. Как раз родной от него. Но зато в стойке он работает. Работает и не парит мозг. Ну, в принципе, и на бустапе он работает. Тут у меня, когда было 280 сил на бустапе, у меня, получается, стоял, ну, RB25, не нео, сток. Розовый MAF стоял. Розовый MAF это от RB25 нео. Стоял мозг, не стюн. Все это было настроено на бустапчик. И все работало. Не знаю, зачем здесь топливный регулятор. Наверное, просто старый там стоковый сломался. Ну, в принципе, здесь ничего такого сверхъестественного. Все, как и у всех. Тамблов. ХКС-стайл. Маслопомоечка. Д1-спек. Алюминиевый радик АДЖС. В смысле? Да ладно. Заглянул я сюда и вижу, нету стоковой вискомуфты, которая на стокмоторе очень круто работает. Здесь стоят вентиляторы. И они здесь спереди стоят. Не знаю, греется тачка или нет в дрифте. Но мне кажется, с таким спеком она будет греться очень быстро. Потому что нет ничего лучше, чем на стокмоторе сток вискомуфта. С ней машина вообще не греется. Ну, вы помните, Лавра с дрифт-такси, он вообще не грелся. Там катал, 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 вообще не грелся. Здесь уже, получается, стоит апгрейд такой. И обычно вентиля ставят сзади. Не знаю, если честно. Ну, посмотрим. Маслокулер еще видно. И интеркулер. Получается, в этой сильве 250 сил. На заварке, я думаю, там на каких-то семнадцатых 215, может быть, 205, она вполне нормально поедет боком. Здесь сейчас стоит резина Triangle 225. Спереди турботормоза. Сзади вот обычные скобы. Тормозной диск ушатанный. Ну, как и все тачки, которые только покупаются, потихонечку будут строиться под себя. Здесь надо заняться выворотом точно. Здесь уже стоят теншины регулируемые. Надо поставить кулаки. И я бы поставил, ну, я бы вот реально, вот, если бы у меня сейчас появилась слива, я бы поставил Tune Factory кулаки, как на Лавре. Мне они прям очень нравятся. Или на втором месте я бы поставил копии Максов. Их там можно у Семена сделать, в принципе, за 12 рублей адекватно. Вот. Ну, или копии Driftworks, которые стоят на сливе. Наверное, так. Потом надо удлинить нижний рычаг. Здесь он красного цвета и стоковый. Ну и все, выворот будет готов. Там спейсеры в рейке есть. И перенос рейки там, по-моему, тоже сделан. Судя по тому, что я смотрел. И выворот будет качественно работать. Самое главное, помогать учиться дрифту. Потому что без выворота учиться можно. Но, конечно, сложнее. И лучше сразу подготовить машину, чтобы она, ну, рулилась правильно, все делала правильно. И на такой будет проще учиться, осваивать. Плюс владелец Tune, он дрифтил зимой. Это значит, что посадив его на летнюю машину, надо чуть-чуть привыкнуть. И он уже будет спокойно делать пятаки-восьмерку. Самый базовый элемент дрифта. Но все остальное уже освоить на культуре заноса и автодроме. Постановку хорошую, контроль над машиной. Редуктор только что заменили в бус-моторсе. Старый, я так понимаю, гудел. Что-то гремел там, разламывался. Тоже поставили заварку, как и была. Заварка, кайф. Ну, вот такая сливка. Мне было интересно. Я надеюсь, вам тоже поддержите обязательно лайком обзорчик. Пока есть такая возможность. Никто не мешает тут все спокойно походить, посмотреть. Это редкие фары передние. Насколько я знаю, на Сильвию они стоят там довольно дорого. Да и на самом деле, поворотнички, вот это тоже стала редкость. Я на Лавра так и не нашел такие. В прошлом году я покупал такие по полторы тысячи, что ли. Или за 2,500 я покупал две штуки. Сейчас там что-то за 6 предлагали. И так далее. Как вам, Рокетбани? Ну, скажите, что жирно смотрится. Я вот отсюда приехал, подъезжаю, такой, воу. Да, круто смотрится. И особенно в потоке вот такая едет. Нафиг не надо менять сейчас. Понятно, что, ну, Рокетбани кому-то не нравится. Но, блин, вот купил тачку, вот она. Офигенно выглядит. Садись, делай выворот и дрифти. Ну, можно, конечно, бустап мотору сделать нормальный. Просто вот проблема с каким-то бюджетным мозгом. Потому что мафта лада, маф можно купить за, ну, розовый маф до 1500 рублей. Следующий момент, это, конечно же, мозг. Ну, можно нестюн. Но все равно надо нестюн купить за 13, по-моему, тысяч, а то и 15. И настроиться это еще 10-15 тысяч. В общем, все равно выходит 30-ка уже. Можно купить Apexe PFC на RB. Но, насколько я понимаю, Apexe на RB вещь довольно редкая. Плюс еще Apexe стоит всегда не меньше 20-ки. 20-30 он стоит. Плюс его настроить еще 15 тысяч минимум. Опять же, тоже появляется такой уже большой бюджет. Всего лишь для 30 сил, которые можно снять. Но не 30, ладно. 250. Хотя нет, наверное, сил 30. На стоковых форсунках, на стоковой турбе там больше не поднимешь. Будет 280. Ну, 280-290. А вложения вроде как такие уже крупные. С другой стороны, раскачивать RB25. Блин, себе дороже. Очень много денег и не факт, что он поедет. Ладно, я шучу. Конечно же, он поедет, но денег много. Поэтому легенький бустап, да. Но, к сожалению, так как это не нео-мотор, нельзя вот просто взять, буст-контроллер включить, надуть один бар и поехать. К сожалению, так нельзя. Ну, из современных мозгов туда можно поставить ECO Master. Это бюджет, конечно, будет 60-70. Или, например, VEMS. Такой же примерно бюджет 60-70. Но, опять же, без форсунок, без какой-то турбинки особо смысла, наверное, ставить его нет. Потому что на стоке снимешь совсем немного сил. Круто, что она сразу с каркасом. На S13 каркас найти непросто. Вот там вот все, кстати, аккуратненько вырезано. Не то, что я у себя вырезал на сливе обшивку. Лучше не видеть. Вырезал в гараже тогда и, короче, не попал сразу. Ручник он хочет ставить горизонтальный. Вместо вот стокового ручника. А цилиндр спрятать в бардачок. Но я любитель вертикальных ручников. Рядом с рулем. Повыше, естественно. Не как вот этот маленький стоит. Это вообще неудобный. Китайский вообще он не очень. Даже ножи ей я не рекомендую такой ставить. А когда у вас руль здесь, гидроручник здесь, очень удобно. Это реально удобно. Многие рулят и на горизонтальном. Даже стягучи катаются на горизонтальном ручнике. Как кому удобно, как кто привык и любит. От себя поставлю лайк этой тачке. И желаю ей ворваться в дрифт. Реально дрифтить, катать и использовать машину по назначению. Дрифтить на полную катушку. Я понял по себе просто, по сливе. Если бояться постоянно, бояться за кузов, бояться что-то подъехать, бояться что-то сделать, то нормально не научишься катать. Хороший пример. Вот Гоша Бусмотр сразу взял и пофигачил. Вот сейчас за буквально два года, два сезона научился очень круто катать. У меня, к сожалению, был прогресс очень медленный. Я за два сезона... Я даже автодром не ехал на втором сезоне. Но на втором сезоне только начал ехать. Вот немножко автодром. На первом не мог, к сожалению, своем. Потому что боялся за машину, боялся вылететь, боялся что-то сломать, потому что долго чинить, дорого это все. Вот. И не использовал ее по назначению машину. Только Лавр, наверное, раскрыл мой потенциал дрифта, когда я уже, в принципе, был готов к дрифту. Был готов, что это вот миссл, можно и бить его, и как бы там ничего страшного не будет. Понятно, если всадить тачку очень-очень сильно, то можно в тотал ее всадить вообще. Но если так, по кругу покоцать, да, вот опять же представим, что там бампер разбили, ну, крыло разбили заднее, фендеры отлетели, дверь погнули. Ну, это все находится, это все покупается. Двери от Silvia S13, вот я вот сижу в чате Silvia, там очень частенько вылезают двери. Там по 2 рубля даже можно купить. Ну, цены нормальные, тут 4 рубля. Сейчас бэушная дверь на Жигу на авторынке стоит там 3-4 рубля водительская. На Silvia дверь за 2-3 рубля, это совершенно нормально. Ну, вот помяли вы задние крылья, поставили пластиковые. Сделали пластиковые вообще из-за крутого материала. И можно их менять хоть каждый сезон. По морде то же самое. Крылья пластиковые ставится, бампер пластиковый. Здесь морда на стоковом телике, и видите, он ровный. Я считаю, что с ним не надо ничего делать, не надо их отрезать. Но как только тут все сомнется, потом сделать уже телик на трубах. Короче, если не сильно прям ушатывать машину, то можно кататься парно, кататься не бояться за кузов, но в то же время всегда его там починить будет возможность. Понятно, что вот эти фары, конечно, стоят дорого, и фиг найдешь, но в принципе фары от Silvia существуют. Башбарчик сюда надо наварить обязательно, потому что любой контакт мордой, здесь башбара нет, да, здесь башбара нет, любой контакт мордой, и у вас не защищен капот, фары, а так башбар очень защищает это все дело. И при каких-то таких ударах, там, на 40 км в час, в принципе, только башбар гнется. А так любой удар, и сразу бампер, и сразу фара, капот. А когда здесь стоит башбар, кстати, даже бампер крепче держится. Я надеюсь, и в моем гараже мечте когда-нибудь появится буханка. Да, ладно, Silvia S13. Вообще мечта собрать все Silvia 13, 14, 15, и еще SX. Наджой за этим. Кстати, Silvia S13 по подвеске это тот же Laurel. Ну, скорее Laurel, это та же Silvia S13. Потому что вот 13 и 15 Silvia, они различаются по подвеске, по задней особенно, по передней там не очень отличаются, но тоже, кстати, разные немного. А вот именно 13 Silvia и Laurel, там все одинаковое. Ну, вплоть до подрамника, каждого рычага, кулака и всего-всего-всего. По переду Laurel 33 тоже точно такой же, как Silvia S13. Ну, а вот разница между 13, 14 и 15 Silvia, там она есть. Там уже реально такие нюансы сливоводов. Там и по подвеске кое-что отличается, и по заднему подрамнику, и по стойкам. Особенно заднем, передние у всех одинаковые, вот задние стойки отличаются. Короче, там есть нюансы. На эту тачку можно все покупать, в принципе, с Laurel 33-го. И, наверное, это будет даже дешевле, потому что, когда стоит запчасть Silvia, сразу дорого. Когда стоит запчасть Laurel, ну, не так дорого. Хотя продавцы это шарят, конечно же, и все равно там стоят в велениях. Ну, Silvia S13, Laurel C33. Вот такой у нас получился сегодняшний ролик. Получается, вчера заехал на драк, сегодня заехал в Bus Motors, заценил эту сливку. Походил тут рядом, вместе с вами ее посмотрел, полностью сделал такой обзорчик. Единственное, что не катались. Ну, конечно же, без Тони не будем кататься здесь, по гаражам и вообще, в принципе. Но обязательно, я думаю, когда он поставит выворот, где-нибудь на треке, культура заноса или автодром, обязательно заценим ее. Надеюсь, он даст прокатиться на РБ, на Silvia S13. Мне будет очень интересно, как она рулится, как он сделает, чтобы она рулилась. Я бы сюда делал конфиг Laurel. Вот реально, конфиг Laurel просто на ура рулится. И не только я это говорю, все говорят, что вот Laurel рулится реально круто. Поэтому можно сюда сделать конфиг Laurel по подвеске, и будет все офигенно. Тачка будет рулиться, только, ну, учись да учись, и все. Ребята, огромное спасибо, что посмотрели ролик. Поставьте ему обязательно лайк. Лайк за тачку, лайк за обзор. Ну, и с вами был Серега Стилов. Всем пока, до новых встреч.